Мы представляем компанию SovalMash и наша компания занимается разработкой, постановкой производства машин электрических вращающихся асинхронных, а точнее электродвигателей. Стоит отметить, что мы занимаемся разработкой не только самих двигателей, но и оборудования для их производства, то есть станков. Мы их производим на наших мощностях. Мощности наши это здание, которое находится на территории города Зеленоград, это проектно-конструкторское технологическое бюро. Результатами его труда стало достаточно большое количество двигателей, при том, что здание еще не запущено в эксплуатацию. Сейчас мы находимся рядом с дроном тяжелого класса, это двигатели мощностью 60 киловатт и вкупе с этим винтом подъемная сила достигает 150 килограмм на один двигатель. Это концептуальная модель, на ней мы отрабатываем режимы работы двигателя, угол атаки винта, управление двигателем и так далее. В дальнейшем мы планируем проводить испытания уже более конкретные, летные в том числе. Данное изделие станет мультифункциональной платформой для эвакуационных мероприятий, ударных, для патрулирования, в том числе для возможности развертывания систем РЭП. И это касается военного направления. Если говорить про гражданское использование, это сушение пожаров, МЧС, эвакуация, доставка бревиантов, труднодоступные регионы и так далее. То есть достаточно большое количество бревиантов применения. Пока мы провели только промежуточные испытания на выяснение подъемной силы. То есть в данной компоновке каждый мотор развиг подъемную силу в 150 килограмм. Вес всей этой конструкции порядка 230-260 килограммов. И далее, в зависимости от задачи, количества батарей и необходимого запаса хода, эти показатели могут меняться. Но полезная нагрузка в районе 200-300 килограммов более чем достижима. Тем более, что на данном экспонате достаточно переусиленная рама. Вот возможно ее переосмысление, что и будет сделано. Повторюсь, это все-таки рабочий макет, который мы тестируем. И там уже будут совершенно другие характеристики. При этом возможно применение других винтов. То есть в промежуточных испытаниях фактически 150 килограммов мы достигли на этом винте. И мы уперлись в возможности именно винта. То есть двигатель позволяет добиться больших результатов. Данный двигатель не имеет аналогов. То есть двигатели тяжелого класса, да еще и асинхронные с локализацией на производство в России. Это уникальные изделия. К сожалению, наверное, сейчас большинство двигателей, которые мы используем в авиации в целом, я имею ввиду про дроны, квадрокоптеры, БПЛА, это двигатели с постоянными магнитами. А большая часть этих двигателей производится непосредственно в Китае. Потому что редкоземельные материалы, из которых высококорротцитивные магниты изготавливаются, как раз таки расположены тоже в Китае. Поэтому здесь мы имеем некоторую зависимость. В наших же двигателях мы применяем алюминий, электротехническую сталь и медь, которые полностью содержатся в недрах Российской Федерации. Асинхронные электродвигатели это самые надежные двигатели, придуманные человеком на сегодняшний день. И в их конструктив входит электротехническая сталь, алюминий и медь. Поэтому ломаться там практически нечем. Двигатель может сгореть в случае, если он работает в режимах перегруза, если он не проходит своевременное обслуживание и так далее. Там устанавливаются узлы с подшипниками, которые часто клинят, и из-за этого двигатель выходит из строя. Но при этом мы понимаем, что эти двигатели работают в насосных станциях, они работают в вентиляционных шахтах, они работают в системе канализации, в станках и так далее. И это наиболее надежное изделие. При этом мы говорим о том, что мы занимаемся не просто асинхронными двигателями, а двигателями с совмещенными обмотками. Это совмещенная обмотка «Славянка», наша разработка. Сервис-фактор таких двигателей, как правило, превосходит, ну, скажем так, является меньшим, нежели чем двигатели, построенные по классической схеме. Это одно из преимуществ. Также он обладает другими мощностными характеристиками, более широкой полкой КПД в разных диапазонах работы. И в том числе из-за этого двигатель, как правило, греется меньше относительно своих собратьев, поэтому его жизнеспособность еще сильнее увеличена. Занимаемся разработкой и постановкой производства, поэтому концепция выглядит следующим образом. Мы разрабатываем изделия, либо берем уже ранее разработанные, создаем производственную линию, которая в том числе изобилует станками нашего собственного производства. И либо мы можем часть этих изделий производить на своих мощностях, либо мы можем расширить площади и построить завод конкретно под уже необходимые потребности. В таком случае мы имеем проект собственного здания, которое имеет модульную конструкцию, его можно сделать больше, меньше, в зависимости от количества производственных линий, которые мы там планируем разместить. Поэтому количество производимых изделий будет регулироваться исключительно спросом и покупательской способностью. Мы сейчас отрабатываем систему управления двигателем, и в дальнейшем, возможно, будут разные варианты исполнений. Сейчас мы развернули уже линию по SMD-монтажу, поэтому мы подготовились к производству собственных контроллеров. И стоит отметить, что наши контроллеры, они позволяют применять свою систему управления, то есть своя математика, и, возможно, исполнение безэнкодерного управления, то есть ни оптических датчиков, ни датчиков холла, все работает за счет измерения токов, то есть информация такая. Возможны разные варианты. Мы являемся разработчиками и фактически изготавливаем двигатели под заказчиком, поэтому в зависимости от задачи мы можем сделать все, что угодно, конечно, что входит в наши силы.